На рендерах все по-другому. Вот почему неудачное решение. Вид, конечно, сверху вообще шикарный. Рендеры не соответствуют. Шумоизоляция есть. Ой, господи. Реально четко сделано. Почему нельзя было сделать нормальную розетку? Никаких дурацких нет кнопок, просто руку. И так пойдет, сдали же. Вот видите, заглушки поставили. Но вот отсюда ты выходишь с груза пассажирского, а здесь у тебя дверь. И, кстати, обратите внимание, как нормально сделан крепеж. Чем вы здесь будете на 25 этаже тушить, я не понимаю. Как красиво смотрятся двери, современно. Красивая нумерация. Как человек-невидимка прохожу, который смог вместо застройщика сделать. Загорелось. И вот у меня вопрос. А как мне? Вот они букву, видите, пилили. Почему насос не работает, непонятно. Для чего снимать колпачки пожарной сигнализации? Ну, конечно же, где поклевку полимерную хранить? Ну, вот здесь видно, ходили. Нормально. Колючая проволока. Кто-то чайник забыл, оставил. Тут, друзья, все открыто с оголенными проводами. Должны были что-то запитать, не запитали. И, по мне, это удешевляет внешний вид. Но, к сожалению, ни садика, ни школы. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в районе Суздальского шоссе. По плитке видно, что это здание Пик. Я здесь уже обозревал большую часть новостроек. А сегодня пришло время показать вам во всей красе жилой комплекс Фрэнс от застройщика ПСК. 27 марта 2024 года застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию четырех своих высоток и одной парковки. Вторую парковку они почему-то до сих пор не сдали. Уже пошла прострочка. По мне, конечно, это странно. И сегодня наша задача рассмотреть этот комплекс издалека и, естественно, вблизи. А вы обязательно, друзья, подпишитесь на канал и поддержите меня лайком и комментарием. Погнали! Идем к данной новостройке. Сегодня у нас, кстати, кроме того, что мы посмотрим дом вблизи, у нас еще будет приемка квартиры. И до этого времени мы успеем прогуляться и все рассмотреть. Выпал снег в Питере с городом пару дней назад. Неожиданно такая слякоть на улице. Первое, что он встречает, это пиковские новостройки. Здесь, конечно, все очень приятно. Хорошее зеленение, большие деревья, дворы. Очень уютно. Вот здесь даже, знаете, хочется пожить. Сегодня суббота, выходной день. Люди начинают потихоньку просыпаться. Впереди, в тумане, на верхних этажах мы видим жилой комплекс Фрэнс. Такие же аналогичные высотки, как и Пик. Как и практически Юитт, теперь уже эталон. Большая школа. Но сразу скажу, что здесь мест, согласно официальной информации, в социальных учреждениях нет. Застройщик сдал сразу четыре многоэтажных дома. Квартирография даже вроде так ничего по сравнению с другими застройщиками. Но, к сожалению, ни садика, ни школы он не построил. А это дополнительная, друзья, нагрузка на социальную инфраструктуру района. На первых этажах коммерческие помещения. От кофе до парикмахерских. Далеко ходить не нужно. Есть продуктовые магазины массового сегмента. Территория у Пика, наверное, одна из самых лучших. Сейчас, конечно, посмотрим, что смог сделать ПСК. Напомню, что не так давно был старт продаж нового жилого комплекса от ПСК. Который находится у станции метро Лесная. Рядом с торговым комплексом. Цены там, конечно, взлетели. Потому что шаговая доступность. И все ринулись покупать квартиры под сдачу. Дома возведены по монолитной технологии. Фасад по технологии. Вентилируемый фасад. Плитка. Воздушный зазор. Утеплитель. И, соответственно, блок. Скорее всего, газоблок, полагаем. Небольшой, видимо, зеленее. Я, кстати, перед тем, как сюда приехать, зашел на сайт застройщик. И посмотрел его рендеры. Ну вот пока я, к сожалению, не могу сказать, что рендеры аналогичны, как и то, что я сейчас вижу вместе с вами. Набережная реки Каменки, 15, корпус 3, строение 1. А жаль, что видны кляймеры. Хоть и застройщик постарался их сделали в цвет этого здания. Но они видны. И по мне это удешевляет внешний вид самого здания. Не очень красиво смотрится угол. А по мне нужно было или накладку делать, или плитку подкрашивать в аналогичный цвет. Смотрелось бы, вот как раз вот кромку вот эту, смотрелось бы поинтересней. Ну, вроде плитка практически ровна, за исключением некоторых мест. Почему-то у нас какие-то у строителей-застройщиков большие сложности сделать все ровно и аккуратно. Где-то не так пошла плитка. Тут мы видим еще какие-то деревянные дополнительные изделия, скамейки. При этом, если обратить внимание, вот она, отмоска. Вот. Она немножечко под углом, чтобы вода, соответственно, скатывалась. Это самое недорогое, что можно было придумать. Это просто асфальт. Зато есть вентиляция подвального помещения. Не у каждого застройщика это есть. И вот обращаю ваше внимание, что немножко скамейки стоят вот так. То есть сидеть на них будет не очень-то комфортно. Нужно, чтобы было все в уровень земли. Горизонтально. Есть урны, есть велопарковка. На первых этажах эпизодические коммерческие помещения. Здесь мы с вами видим кустарник, видим траву под снегом. Люк дренажной канализации. Давайте вместе искать, где же вход в подъезд. Пока ничего не видно, никаких указателей не видно. Это похоже все на коммерцию. Обходим дом и будем смотреть. У нас с вами один из приемков. Здесь мы видим, что у застройщика пошло что-то не так. И непонятно, то ли это было во время сдачи приемки. Ну, соответственно, вот видите сами. Какая здесь красота. Никаких работ не видно. Видно, что поребрик вытащили, положили вот сюда. Тут что-то у нас провалилось. Плитка очень криво-коса. Вот здесь, если обратить внимание, чуть выше с плиткой тоже. Все не так хорошо. Прямо даже не увеличивая, на кадрах видно, какое разное расстояние между плиткой. Я считаю, это большой минус. Вот приямочек. Здесь мокро. Видно влага. И не видно, куда влага эта должна уходить. Но хотя бы крышечка есть. Хоть на этом не поскупились. Но видно, здесь какие-то работы были. Потому что траву все перекопали. Траву укладывают, как правило, обычную рулонную. Здесь мы с вами видим систему допуска во двор. Стоят ворота. Стоят камеры, чтобы это видно было. Здесь вот такую будку. Временную, надеюсь, ее уберут. Паркинг, который стоит денег. Тут брусчаточка у нас немножечко пошла. Здесь видим гофу, в которой должен быть электрокабель. Возможно, здесь тоже должно было быть ограждение, которое не поставили, не знаю для чего. Датчики стоят на выезд, чтобы шлагбаум не сработал, не упустился, когда машина стоит. Ну, давайте смотреть, наверное, вход со дворов. Ящики под пожарные рукава для системы пожаротушения для сотрудников МЧС. Ну, вот здесь с фасадом аналогично. Горизонтальные линии между, соответственно, плитками широченные, вертикальные уже. Тут вообще они впритык, тут больше. Ну, не знаю, почему нельзя было сделать ровно. По мне, честно, странновато. Большое количество стекол. Еще один у нас приямок. О, тут елочки есть. Ну, вот я смотрю, друзья, на двор, но не соответствует он тому, что я видел на сайте застройщика. Нет этих райских насаждений всей вот этой красоты. Вылепили одну горку для деток. И то, видите, все закрыли. То есть нельзя пользоваться ни скамейками, ни чего. А как? Вот я сюда уже заезжаю. Как мне это быть? Квартира же есть и с ремонтом, с отделкой. Тут плитки не хватило. Аккуратно спускаемся вниз. А то скользко очень, чтобы не бахнуться. И начинаем смотреть на всю эту красоту. Насосное пожаротушение. Здесь мы видим кабель. Должны были что-то запитать, не запитали. Здесь все во влаге и в мусоре. Здесь мы выведем слаботочку с оголенными проводами. О, здесь подстяжка, вот углубление, куда должно все уходить, но оно все забито мусором. Такого, конечно, не должно быть. Технический подвал. Тут, друзья, все открыто и сюда можно зайти. Раз открыто, значит, ход свободен. Погружной насос с мусором, с поплавком. Воды не так-то и много. Здесь тоже, смотрите, что-то они тут разъединили слаботочечку. Не знаю, для чего это сделали. И почему это так. Также мне непонятно, почему нужно на удлинителе вот так соединять насос. Почему это сразу нормально не сделать в проекте. Здесь мы видим кусок провода, вернее проволоки, через которые обычно вытаскивают кабель, протягивают. Проходим. Здесь какая-то комнатка, похоже, себе оборудовали. Видите, УСБ, что там тепло, им хорошо, уютно было строителям. Большое количество различного мусора. Коммуникации. Здесь обратите внимание, что двери не входить. Проводится санитарная обработка. То есть здесь какой-то жилой подвал. Обрезанные рукава гидранта. Колючая проволока. Кто-то чайник забыл, оставил. Можно взять, если вдруг нужно. Здесь аналогично. И ножей, и чего здесь нет. И плитка, и куча мусора. О, прикольно, да? Что-то мы делали, но забыли. Давай-ка сделаем вот так. Классное решение. И здесь аналогично, смотрите. Прямо как дома. Но в промышленных масштабах. Решетки от самых глубоких частей, куда как раз должна собираться влага. И потом погружные насосы, вот они, должны, соответственно, воду откачивать. Плавок поднимается наверх и начинает работать насос. Тут все зашито. То есть какие-то комнаты оборудованы. Там видно, свет горит. Здесь дополнительно, вот что только нет. Шкафы. Пахнет здесь фекалиями и мочой. О, Господи, что за вонь-то? Как так можно? Ну, вот здесь видно, ходили. А, нормально. Видим влагу. Видим, что здесь очень было много воды. Видим, опущенный пожарный рукав. И ее откачивали. До конца не откачали. Непонятно, то ли здесь у них был прорыв, то ли здесь было что-то еще. Но самое первое, конечно, что подвалы должны быть закрыты. Мне, честно говоря, непонятно, почему все в открытом доступе. Ну, вот там виден склад лакокрасочных изделий в нарушении норм пожарной безопасности. Здесь мы видим проход трубу через стену несущую. И почему-то здесь ничем не зачеканено. Вот тут соседняя комната видна. Здесь они зачеканили утеплителем. На этом решили, что так и должно быть. Здесь просто дырень. Ну, вот не дай бог что-то случится. Хорошего здесь, конечно, не жди. Вот так, значит, есть перекрытие. Вот такие проемы вылитые. Ну, вот видно такое ощущение, что зачеканили. Это немножечко сползло вниз под весом. Вот как вам, друзья, этот шикарный подвал. Сейчас в другую сторону пойдем. Через трубу я, честно, не хочу лезть. У меня еще за спиной тяжеленный рюкзак. Килограмм десять. Возможно, не тяжеленный, смотря для кого. Но вот таких, знаете, протечек не видно. Видно, что есть влага. Она откуда-то, скорее всего, струб где-то что-то прорвала. Как вот здесь, например, тоже. Сейчас вот проходим по этому мостику. И вот здесь провода идут. Почему в проекте нельзя было сделать выше. У нас же здесь не карлики живут. О! Друзья, здесь все в воде. Ну, конечно же, где шпаклевку полимерную хранить? Как не в лужах. Это лучшее место. Водомерный узел. Так, где здесь кабеля нет? В воде что-то у меня бахнуло. Тут что-то вообще какая-то жесть из проводов. Вот сами обратите внимание, друзья, на этого паука, осьминога. Почему это все вот так в данном доме? Мне, честно говоря, непонятно. Поворачиваем камеру в левую голову и видим аналогичную ситуацию. Очень неприятно такое лицезреть. Ну и сами понимаете, что для чего снимать колпачки пожарной сигнализации? Правильно, не надо. Все так и должно быть. Все по плану. Здесь мы первое, что видим с вами. Вот он удлинитель в электричество. Там насос подружной, поплавок наверху. Почему насос не работает, непонятно. Водомерный узел. Ну, хоть тут закрыто. Ну вот, сами оцените ваш новый дом. И это только в первом и подвал зашли. Могу полагать, что в остальных аналогичная ситуация. Выходим отсюда и ищем входную группу. Где можно пройти, посмотреть, что наделал в других местах, соответственно, застройщик. Ну вот здесь тоже, да, если обратить внимание на лестничный марш, мы видим, как уплотнили бетон. Мы видим, как торчит арматура местами. Качество, конечно, у меня вызывает личные вопросы. Ну и, конечно, странно, почему с данной дома, а детская площадка, вся вот обвязана лентами, назовем, безопасностью, что это нельзя трогать. Очень странное решение от застройщика, конечно. Смотрите, какая красота, блин, я тут прямо вообще круто. Такой дисплей шикарный. Жилой комплекс Френд, ПСК. Блин, меня так хорошо видно. Тут разрешение, наверное, 4К, да? Круто. Это по лицу он проходит? В лучших традициях мусоросборочная камера прямо вот здесь, в вашем доме. Сами понимаете, что мусоросборочную камеру не могут сделать на 10-20 бачков. Там, как правило, 1-2 бачка стоит. Ну и под вечер, учитывая высотность и квартирографию, будет все забито мусором. Ну а когда будет жарко, жители 2-3 этажей могут наблюдать приятный запах. А теперь внимательно смотрим вот здесь. Почему не хватило куска железа, честно говоря, непонятно. И вот здесь на краешке тоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Новый дом сдали. Входную группу сделали прикольно. Есть официальная группа ВКонтакте. Ну понятно, это от застройщика, где он там будет все комментарии неугодных, которые будут писать правду, убирать. Поэтому нужно организовывать свои поиска-сервис. Сами построили, сами будут управлять и собирать дополнительные деньги. Заходим. У нас с вами здесь тамбур. Здесь большой, сразу вот такой приямочек небольшой. Где? Какой-нибудь? Большой. Достаточно большой. Тут больше метра. Где, соответственно, есть щетка, чтобы вот так вытирать ноги. Не как у некоторых кусочек резины. Значит, здесь есть такой приямочек углубления, где должен быть специальный коврик. Но коврик почему-то меньше по размеру. Не знаю почему. Я не знаю, это от застройщика, либо уже от управляющей компании УСБ закрыли, чтобы строители не убили отделку. Но отделка это такая, знаете, просто напылили краску и на этом все. Были бы гладкие стены, смотрелось бы это все по мне дороже, чем есть. Добро пожаловать в ПСК-сервис. Ну, ведь сразу все под свою управляющую компанию. Здесь тепло. Большая плитка у нас на полу. УСБ по периметру. Почтовые ящики красивые. С такими выемками, слушайте, смотрится прикольно. То есть, знаете, такие недешевые. Здесь у нас плитка под дерево. Ну, вот первый этаж. Здесь, по крайней мере, все аккуратно. Есть даже вот такой логотип, Фрэнс. Я не знаю, вот они буквы, видите, пилили и почему-то не смогли. Вот такая ворсистость есть. Я не понимаю, почему так произошло. Или эта пленка так торчит. Ну, в общем, внешний вид, конечно, оставляет по мне желать лучшего. На потолке мы видим ламели. Они идут по диагонали. Также по диагонали светодиодные светильники. Высота потолка здесь 3,25, если не ошибает память. Все остальные этажи 2,75 по проекту от застройщика. Информацию видим от управляющей компании. Видим грузопассажирский лифт. Видим этажность 25 этажей. Это 4 дома, у каждого 25 этажей. Соответственно, квартиры со второго этажа идут. И где какая находится квартира, это удобно. У нас грузопассажирский лифт. И здесь еще 2 лифта. Из-за одного. То есть дома полностью зеркальные, все одинаковые. Вот этот лифт отсюда выходить не очень комфортно. Потому что достаточно мало места. И с коляской будет не очень удобно выезжать. Это вы сами поймете, когда начнете жить. И у кого есть дети. Служебное помещение. То есть нормально смотрится, красиво. Дверь. Похоже, лифты на отис. Есть нумерация на каком этаже. На первом этаже есть нумерация, где находится, соответственно, расположен лифт. Ну вот, в принципе, такой достаточно приятный холл. И даже обращаю ваше внимание, что здесь должны быть пожарные рукава. Не дай бог здесь что-то загорелось. И вот у меня вопрос. А как мне, как застройщик или управляющий, вот сейчас на данный момент уже управляющая компания, будет это все локализовать? К примеру, вот там урна загорелась. То есть мне нужно либо за водой бежать, либо вот отсюда вытащить пожарные рукава. Если они, конечно, там есть. А как мне отсюда вытащить, если здесь все закрыто? То есть как-то вот вроде сделали, но до конца не подумали. Ну, таким местам не будем уже придираться. Вроде все так достаточно неплохо. Вызываем лифт и едем на самый верх. Лифт, кстати, пассажирский достаточно большой. Это для меня лично приятно. А нет, друзья, это не отец, показалось, Штайнберг. Прикольные лифты. Ну, кстати, Alex Lift, у них панель более современно смотрится. Красивая отделка серебристая. Большое спасибо провайдеру вашего дома, Енева, который смог вместо застройщика сделать вот такую красивую антивандальную, вот такую красивую обшивочку. На последний этаж я всегда, друзья, еду, потому что там могут быть какие-то коммуникации, которые никогда не говорят и не указывают их застройщики. Поэтому всегда интересно посмотреть, есть ли там какие-то трубы, более низкие потолки или еще что-то там. Ну и, естественно, с последнего этажа всегда один из самых лучших видов на улицу. Лифт приехал и доехал быстро, тихо работает. Мне говорит, какой этаж. Выходим. Тут у нас все в плитке, непонятно на каком-то этаже. Нет никакой информации, в какую сторону, где находятся, расположены какие квартиры. Но вот зато видим, что здесь вынесено стекло, здесь тоже, да, ну вынесено. Смотрите, я вот как человек-невидимка прохожу сквозь стекла. А здесь мы видим пульты управления, вот эти коробки черного цвета, не понимая, почему их нельзя было, или это пленка, нет, это не пленка. Почему нельзя было сделать вот подсеребристые. Ну, в принципе, черный смотрится нормально, не буду придираться, но из-за того, что коридор-то не такой широкий, вот здесь, хотелось бы, чтобы они были заподлицо с этой обшивкой. Смотрится красиво, похожая отделка, то есть она такая, знаете, нормально, красивая нумерация. Вот смотрите, как сделано четко, модно. Не как, к примеру, вот недавно вышел мой ролик про битву новостроек, где у ЛСР в бизнес-классе там просто, ну вот, дешевле не могли придумать. ЛСР, извините, но это по мне позорище. Вот такие вешать указатели в бизнес-классе. Итак, ну вот тоже, да, с моим квартиром. Почему у квартиры накладок не хватает, внутренности двери там видны, утеплителя не видно. Ну, давайте пройдем, друзья, по коридору. На потолке у нас грилята, у нас светодиодные светильники, у нас не сняты защитные колпачки пожарной сигнализации, у нас интересные квадратные светильники, я их уже видел. У нас звонки на низком уровне, это удобно. Два замка красиво смотрятся двери, современно. Полагаю, что их никто не будет менять. Итак, здесь мы видим, что срабатывает зумер, здесь мы видим нормальный ящик. То есть, знаете, здесь немножечко помыть и будет круто. То есть, очень-очень здесь все приятно. То есть, знаете, мне не сказать, что как-то у них здесь сделано плохо. Ну, вот хорошо, молодцы. То есть, они постарались, но есть над чем работать. Итак, барабанная дробь, открываем и смотрим. Ну что, друзья, здесь все как обычно. Вот не дай бог пожара. Чем вы здесь будете на 25 этаже тушить, я не понимаю. Муфты, переходника этого нет. Пожарных рукавов вот здесь нет. Здесь, соответственно, тоже перчатками закидывать. Тут они даже вот это не смогли смонтировать под рукава. Вот не дай бог какой-то инцидент сгорит нафиг все. Почему так, непонятно. И сигнализация. Пока не прогорят колпачки, ничего не сработает. Здесь мы с вами видим, вот, кстати, вот о чем я говорю. Видите, нумерация квартир, это все, не знаю, то ли на принтере, да, вроде напечатано или нет, ты фиг поймешь. Ну, в общем, цифры крупные, нормально, молодцы. И все окошки попали, соответственно, в циферблат. Удобно смотреть, но почему-то здесь уже вот кривовато. То есть выгнули полагание люди, а еще застройщик. Здесь мы видим пятно от протечки. Здесь мы видим забрало. Кто вот мне пишет в комментариях, что это забрало здесь не ставят, поэтому клапана, бла-бла-бла. Но, обращаю ваше внимание, что здесь все стоит. Но, похоже, они перепутали. Обычно забрало вверх смотрят, а здесь почему-то вниз. Ну, может быть, так и надо по проекту. И, кстати, обратите внимание, как нормально сделан крепеж. Ну, здесь немножечко поднакосячили. Когда окрашивали, а так все очень-очень достойно. Дошли до конца одного из коридоров последнего этажа. То есть звонки. Здесь накладок не хватает. Почему-то не хватило. Не знаю почему. Что не хватает? Здесь не хватает ограничителей двери. То есть ручками они будут бахать вот сюда. И это уже видно вот по этой стенке. Спасибо, что здесь не гипсокартон. А то бы уже, соответственно, провалили. Вот здесь пока не видно. Тут тоже не гипсокартон. Ну, возможно, ручку и убили, как раз открывая двери. Ну, вот видно, это тоже такая, знаете, уже подзамученная. Есть еще одно забрало. Обратите внимание, как все аккуратно. Смонтировали. Смонтировали. Молодцы. Вот здесь мы видим уши. Не уделю, что потом управляющая компания повесит убогие замки. Так, здесь у нас приоткрыто. Ну, здесь тоже ничего нет. Даже муфт нет. Молодцы. Зачем? А здесь уже с датчиком что-то не то. Зуммер хотя бы есть, но тут красненького не хватает. И вот здесь стекло поставили. Обратите внимание, здесь поставили USB. И здесь поставили. Вот кусочек приложили для того, чтобы, не дай бог, ничего не поцарапать. Выходим с вами. Можно прямо через стекло. Вот так. Оп. И мы с вами прошли. Здесь у нас еще один лифт. Вот это, я считаю, не очень комфортно. Почему? А, кстати, здесь указательно, на каком этаже расположены лифты. Не только на первом этаже. Красиво все сделано. Но вот отсюда ты выходишь с груза пассажирского. А здесь у тебя дверь. Тебе надо ее открыть для того, чтобы что-то занести. Доводчик здесь обычный. И либо его демонтируют. Либо ее прижимут каким-то кирпичом. Здесь, если пожар, то нужно прятаться. Табличку повесили криво. Ладно, я уж не буду придираться к этому. Заходим сюда. Хотя здесь вот можно и через стекло, друзья, тоже проходить. Это безбарьерный комплекс. Даже свет есть. Здесь у нас есть окна. Видим от КБЕ. Раздолбанные в капец. Здесь мы видим забрало. Клапана все мы видим закрытые, как это должно быть. И все чисто и аккуратно. От себя. Такой коридорчик в виде тамбура. С вами выходим на переходной балкон. Здесь можно единственное придраться к чему, что здесь почему-то розовым цветом окрасили трубу. Зачем? Вот видите, заглушки поставили. Уже смоется красиво. Немножечко навести порядок, убрать мусор. Все будет красиво. Металлическая дверь. Улицу пока через нее не видно. Но зато большое количество. Большое стекло. Это по мне здорово, что есть свет. Ох, какой сегодня туман. Первое, что делаем, это вот так проверяем, держится ли крепко. И отсюда виден лес. Виден двор. Очень высоко видны юитовские, эталоновские дома. Вот то, что первую малоэтажку они, конечно, строили. Там очень круто, уютно. Знаете, вот реально такой какой-то маленький кусочек феняндием. Что тут у нас еще интересного? Здесь мы видим, что забыли с ручки снять защиту. Когда строили, чтобы ничего не поцарапать, видим, что уже ржавчина на клеймере пошла. Видим, что как плитка некрасиво подрезана неровно. Почему вот здесь не могли тоже окрасить бетон, смотрелось бы намного красивее, не знаю. И вот здесь, конечно, клининга тоже не хватает, этой двери. Ну, спасибо, хотя бы нет, еще пока ржавчина не видно. Здесь у нас уже вместо стекла УСБ. Это выход на лестничный марш. Выходим. Из-за того, что УСБ света практически нет, его мало. Ограждающая конструкция простая, держится крепко, никакого дурацкого линолеума. То есть все вот хорошо. Просто приварено к маршу завода. Тут, конечно, когда делали отделку, нужно было хотя бы вот эти дыры позакрывать, а красочку пошлифовать, ну ладно. И так пойдет, сдали же. Долго, кстати, очень сдавали. Кстати, кто знает, из-за чего у них такая была задержка, напишите в комментариях. Поднимаемся выше. Знаете, обычно поднимаешься выше, и там пропадает отделка, и все на свете. Здесь есть отделка. Здесь есть лестничный марш. Такое ощущение, что он чем-то окрашен, или это так в темноте кажется. И здесь есть отделка, и даже здесь есть отделка. И нет, как обычно, это стройматериалов, извините, говна и бутылок с желтой жидкостью. Куда-то выход. Скорее всего, на кровлю. Дверь закрыта. Есть место под доводчик. Дверь, кстати, широкая достаточно. Отделка везде одинаковая, что лестничный марш, что, соответственно, в общих коридорах. Спустимся на этаж ниже, и посмотрим его, есть ли там какие-то отличия. Двадцать четвертый этаж. Здесь, по крайней мере, есть указатель. Вот защита ручки тоже. Почему не сняли здесь скотч малярный, чтобы дверь, красочку рабочую не стесали, сапогами пока ходили. Ведется видеонаблюдение. Вот, смотрите, идешь, везде одинаковая отделка, везде все красивенько. Везде он тут, ну не везде, вот на этом этаже он тут, уплотнительная резинка торчит. Здесь уже мусор. Также отсутствует стекло. Рулеточку можно взять. Что, у нас тут тоже стекла нет. Ну, это, видите, безбарьерно. То есть для того, чтобы просто прошли и зашли в свои квартиры. Ну, здесь аналогично, только... А, ну все то же самое, да. Здесь над выходом грилята, дальше обычная плитка. Ну, все достаточно приятно. Вызываем лифт и едем с вами на первый этаж. Пойдем дальше с моей территорией и, соответственно, дома. Приехал тот же лифт, на котором мы с вами и поднялись, друзья. И вот, представляете, вы выходите с колясочкой. И вот ее надо вот так, вот так выворачивать для того, чтобы пройти. Отсюда еще кто-то выходит. И вот здесь создается пробка. А выходим из жилого дома. Здесь никаких дурацких нет кнопок. Просто руку подносим. Датчик срабатывает. Дверь открываем. Ручка, кстати, держится крепко. И пойдемте лицезреть с вами все остальное, что здесь есть. Есть еще один приямок. Ну, возможно, там что-то лучше. Ну, вот тоже нормально, да. Дверь открыта. Нет, закрыта. Зачем писать? Стекло вынесли уже. Приямок. Здесь все аналогично. Видно, что все во влаге. Но есть отверстие, куда должна уходить вода. Но, естественно, непонятно, уходит ли она куда-то. Видим, как убирают снег. Слушайте, снега, конечно, выпало достаточное количество. Вот здесь приятное расстояние между домами. Чуть больше, чем здесь делано у застройщика обычно. Спасибо за елочки, за зеленение, за травку, за набивное покрытие. Спортивная площадка тоже нормально смотрится. И она на большом расстоянии между домами не будет слышен шум. Смотрите, сколько снега, друзья, много. Есть такой типа ландшафт. Второй двор. И мы с вами видим здесь и большие деревья, и светодиодное освещение современное, интересное. Дома, конечно, достаточно высотные. Понятно, застройщик хочет выжить по максимуму. С каждого квадратного метра жилья. Парковка. Ну, приятно, кстати, сделали. Не сказать, что как на рендерах. Но, друзья, приятно. Сделали хорошо. С подвалами разобраться застройщику. И уже будет намного лучше. Всегда, кстати, перед покупкой смотрите данные объекты от застройщика, в каком они состоянии, чтобы понимать, что и как может быть с вашим домом. Ла-ла-ла, привет. Камера хорошо работает. Ну, а здесь красота. Сюда, кстати, и роутер нормально залезет. А, вот розетка под него есть. Придется какое-нибудь отверстие сделать, чтобы провод проточить. Здесь, кстати, хорошо досделали. Вот здесь под интернет тоже. Это под домофон. А, домофон. Отдолбить придется кусок этой штукатурки. Здесь пану красивое. Симпатично. И тут прихожей, как таковой, нет. Тут 11 метров должно быть. Ну, чтобы ровно было. Стены, кстати, очень красиво смотрятся. Красивая краска. Хорошо подобрали. Слушайте, у меня сделали реально достойно. Реально, я бы сказал, круто. То есть, очень приятная отделка. Здесь видно, что был сделан клининг. Потому что достаточно все чисто. Единственное, что, конечно, окна будет получше мыть. Леднополис, но это мелочи. При входе, как уже хозяин квартиры отметил, сделаем мы классная ниша. Есть автоматы. Можно дополнить, если будешь делать ремонт. Плюс, соответственно, сюда можно роутер. Дополнительно поставить. Ну, вот единственное, что за строчек надо было, кстати, что розетку сделать вот здесь, чтобы можно было роутер подпитать, было бы удобнее. Ну, вот под домофон, я не понимаю, почему. Ну, шукатурка есть, шпаклевка есть, краска есть. Почему нельзя было сделать нормальную розетку? Непонятно. В прихожей, как таковой нет, цвета здесь мало, но потом что-то, наверное, повесят, шкаф поставить. В принципе, наверное, и все. При входе сразу у нас есть санузел. Красивая плитка, современная. Блин, нормальная затирка, смотрите. Реально четко сделано. Красивый уголок. Пластик у нас, да, пластик. Место под стиральную машинку. Надеюсь, она сюда подойдет. Нормальный вот этот современный крепеж. То есть, это вывод под воду. Это, соответственно, у нас канализация. И под нее розетка. То есть, если будет все закрыто, то никакие провода не будут торчать. Потому что иногда на строчке делают провода выше. С терральной машинке получается, что будут видны провода. Здесь все спрячется. Санузел. Современный. Ой, господи. Грязный. Круто. Да? Не у каждого так дома есть. У нас с вами это двухкомнатная квартира. Еще ванная комната. Это здорово, что в двухкомнатной квартире раздельный санузел. И санузел и ван отдельно. Она небольшая. Я бы сказал, компактная. Но красиво смотрится плитка. Душевая аллейка. Штанга. Практически крепко держится. Что-нибудь тут? А, это заглушка. Здесь, соответственно, можно зеркалой подсветкой поставить. Здесь дополнительно защищенная розетка. Электрический полотенцесушитель. Нормальный, кстати. Ну, в принципе, и все. Вот смотрите, как нужно делать. Вот смонтировали они ванну. Здесь везде прошли аккуратно герметиком. Аккуратно. То есть ты приходишь, закидываешь сюда вещи. И тебе вот реально ничего делать не надо. Сами смотрите. Реально круто сделали. Нет никаких дырок. Герметика не нужно покупать. Акриловая. То есть ванны нормальные. Даже экран нормальный смонтирован. Все четенько. Раковина тоже стоит нормальная. Рока. Не из дешевых. Ну-ка, что у нас там? Керсонит. Приятно сделано. Мне нравится. Комната у нас. Одну мы с вами посмотрели. Вторая комната. Аналогичный цвет. Тут ряд розеток. Тут ряд. Где, наверное, кровать полагалась. Да, наверное, вот здесь должен быть. Здесь, возможно, телевизор. Натяжные потолки. Прекрасный вид на соседний дом, строящийся из окна. Смотрите, что я здесь заметил. Вот здесь такое огромное пятно просто. Это не докраска? Это не докраска. Если рукой лампы, свет можете выключить. Видите тоже, что он не исчезает. Это вот они как-то... Ну да, что красочка отличается почему-то. Но надо подкрасить. Видно, что вот они вот здесь красили, подкрашивали. Патон отличается. Вот здесь видно, что потолок они подкрасили. Немножечко тоже это надо оттирать. Потому что самим оттирать это, да. Но это вот, наверное, пока то, что я вижу, единственное, что можно докопаться, не считая дыры при входе. Ну вот двери, да. То есть это наличник под замену уже с ними еще не сделать. Что-то они здесь, видите, стесали. Да, он дальше пойдет. Ну он здесь треснутый, просто он уже бракованный, да. Это вот внимательно нужно смотреть, потому что цвет здесь такой, освещение такое, что нифига толком и не видно. Попросите авангард, чтобы сюда наклейку приклеили. Не факт. Я тоже на это обратил внимание. Я не знаю, то ли здесь, знаете, может быть трещина была заделана. Но надо, соответственно, получается здесь... Тут надо перекрашивать вот часть стены, чтобы это красиво было. Мне нравится, кстати, что здесь окна сами по себе, знаете, они обычно квадратненькие такие все, а здесь вон полукругом, по мне это поприятнее смотрится. Ну вот здесь видно, например, вот здесь, видите, штапик замяли, это только замена. Здесь почему-то, ну, типа как щель какая-то, не знаю, вроде не дует. Вот эти квадратики я бы попросил, чтобы они сняли, чтобы самому не вылазить. Потому что вот здесь мы откроем аккуратно створку. Вот здесь можно это демонтировать, да? А с той стороны, ну, как бы я не хочу вылазить. Шумоизоляция есть на отливах. Приятный вид на лес. Блин, здесь когда все зацветет, зазеленеет, вообще будет у вас вид шикарный. Есть тройка, уже дом построен, то здесь особо... Сейчас только фасадом все закроют. В принципе, и все. И невысокий, да, вид не будет закрывать. Радиатор отопления нормальный. Здесь даже заглушки поставили. Ну, гибкая подводка. Ну, там дырочки видны, но это такие уже мелочи, в принципе. А так, слушайте, мне нравится, как они сделали, как это все расположили. Здесь и зарядки. И вот, например, вот сюда вы ставите кровать, и вот здесь выше уровня кровати у вас, то есть, тоже розетки есть. А по плавному застройщику где должна быть кровать? На кухне стандартно есть вентиляция, при этом здорово, что вот есть такая ручка, можно открыть и, наверное, пыль поубирать, если вдруг это нужно. Стены окрашены везде в один цвет. Цвет очень красивый. По мне, вот, розетка достаточно низкая, надо было чуть выше поднимать или трубу чуть ниже опускать. Выводы к горячей и холодной воды, канализация. Здесь розетка под фартух, наверное, под вентиляцию или духовку, не знаю. Тоже под плиту. Тут розетки. Большое окно. Сэндвич-панели нет, есть стекло, больше света. Створка широкая, здесь порядка 70 сантиметров. Я обращаю внимание, что даже здесь есть ламинат. То есть, не нужно что-то дополнительно самим доделывать. Большая, широкая лоджия. Странно, что они не снимают квадратики. Это же прекрасно, они очень легко снимаются. Утеплитель. Люди, что начнут его демонтировать, чтобы увеличить пространство на лоджии. Слушайте, лоджия здоровенная, реально здоровенная. Это балкон, наверное. А, это балкон, слушайте, да, это балкон. Я сразу посмотрел на эту сторону, не заметил. Как воздух хорошо затягивает, чувствуется. Это вот как раз делаем для того, чтобы у вас воздух заходил, потому что везде на окнах стоит и на дверях система притока воздуха. Слушайте, отсюда вид у вас шикарный, потому что здесь огромное пространство. Огромное. Да, оно стало огромным за счет того, что он стал строить второй паркинг. Он должен быть на этом месте. Паркинг, да? Изначально по проекту, да. Так у них всего два паркинга, один я посмотрел. Он будет один, он будет один. Они сказали со второго, потому что они решили благоустроить губ побольше. Изначально, если вы посмотрите... Ну да, там как раз по проекту один паркинг сдан, а второй не сдан. Я вот тоже хожу, смотрю, один я вижу, а где второй не вижу. Ну все, его не будет. Ну, а потому что, понимаете, в парковке там стоит сколько? Миллион стоит, сколько там мест стоит? Ну, тут на самом деле нет. Миллион за миллион, первый этаж, и остальные там 500-600 тысяч. 500-600 тысяч? Да. Ну, покупали на седьмом этаже, там, поменьше, понятно. Ну, 500-700 тысяч, это все равно деньги. Это деньги кому-то не хватает, чтобы взять побольше площади. А кто-то перед студией, а не на комнату, кому-то не хватает этих денег. Просто было бы нормально, если бы, например... Я считаю, что чтобы застройщикам было это выгодно, и строили парковки, то есть должен как-то город субсидировать строительство, земельные участки, эти парковки, чтобы люди могли приобретать их, там, не знаю, там, 50-70 тысяч рублей, тогда бы там 100-150 покупали бы. А когда настрой, как там новая гранта, ну, не говорю новая гранта, какая-то бушная машина, 500 тысяч рублей лучше себе куплю там двухкомнатную квартиру, ну, чуть больше, на пару метров, правильно? Ну, как-то, да, надо субсидировать, потому что цены высокие. Цены высокие на недвижимость, да. Ну, что-то надо решать. Ну, кстати, здорово, что не построили здесь паркинг, потому что... Был бы автор рынок. Да, на автор рынок, а так у вас, ну, реально шикарный вид. Там лес за юитовскими долами, он и пиковские видны. Блин, вообще, вид очень шикарный. Огромное расстояние, мне кажется, метров под 70. Что из тех комнат будет вид вплотную на окна? Не-не-не, у вас там, кстати, нормально. Но там даже лес чуть-чуть виден. Ну, как ли, чуть-чуть, там больше, чем половину виден. То есть у вас хорошая видовая квартира, при этом он не самый высокий этаж. Кстати, наверху прикольно, так открываешь, у тебя все в тумане, а вообще ничего не видно. Кстати, рассеивается туман немножко. Вот там у Пика еще видно осталось, а здесь у Юи это уже нормально. И двор, кстати, нормальный, хорошее озеленение, не соответствует, на мой взгляд, рендерам, но озеленение хорошее. Площадки он как вообще? Вы смотрели рендеры? Площадки, ну, площадки, вот я смотрел сегодня как раз, вчера смотрел рендеры, смотрел, когда они издали, что 27 марта ввели в эксплуатацию, а площадки не соответствуют рендерам. На рендерах там совсем все по-другому, там очень все круто, а здесь как-то все это, ну... Ну, чуть-чуть бюджетненько они, чуть-чуть сэкономили. Сэкономили, да. Потому что действительно мы ожидали больше площадок. То есть ли у нас по дому, по мопам, по квартире замечания, пока нет, пока еще нам не предъявили оценку. Все очень прилично. В целом все очень прилично. И здесь вот это расстояние, здесь, наверное, метр полтора, может быть, почти метр восемьдесят, наверное. Я бы сюда сразу поставил какой-то стол, стулья, кресла, что вот просто сейчас будет лето, будет тепло, можно просто сидеть здесь, там, завтракать, обедать, ужинать. Это интересно, там есть стекло или нет? Потому что по-хорошему должно быть панорамное остекление. Ну, слушайте, а скорее всего оно есть, просто здесь еще закрыто, чтобы не было видно, что внизу. Если вы в трусах решите, походите, чтобы на вас соседи не смотрели. Нет, все неплохо. Вот видно, на стеклах есть влага, но вот не видно, чтобы вообще она где-то текла. То есть приличное помещение будет. То есть, грубо говоря, вторая комната. Можно диван поставить вот реально вот сюда или вот сюда. И гости пришли, можно летом в теплое время вообще на балконе спать. Летом можно, зимой, конечно, если утеплять, тоже очень дорого. Слушайте, утеплять, если дорого, здесь по-хорошему под миллион получится, если не больше, только одно остекление. Это же, получается, нужно все это демонтировать, смонтировать, сделать вообще по-нормальному этот проект, все согласовать, это большие деньги. Смысла никакого нет, потому что сегодня вы купили эту двухкомнатную квартиру, пройдет там 5-7-10 лет, вы решите ее продать, а вы ее дороже не продадите, и вам за утепление никто не доплатит. Скажут, забирай свое утепление, ты знаете, как машину покупаешь бывшую, а у тебя там сабвуферы. Они говорят, слышь, дружище, у меня тут сабвуфер. Говорят, забирай свой сабвуфер, поставь мне штатную магнитолу, и мне этого хватит, я ее куплю по-нормальному цене. Если ты не хочешь, продавай дальше, то же самое с квартирой. Люди по цене смотрят. Неважно, какой уже будет этаж, там видовой, там не видовой, а цена в основном роли играет. Вот вы видите, немножко уплотнители вам оставили на всякий случай. Запчасти. Спасибо, кстати, что за клиник, то есть практически все отмыто, то есть видно, что они мыли, понятно, что грязь осыпалась, но достаточно чисто. Потому что бывает, приходишь на новостройки, оттуда выходишь, знаете, хочется сразу в химчистку всего себя сдать. Да, там трындец полный, здесь все очень адекватно, молодцы. Высок, да, вот хотелось бы, что пониже, потому что, ну, ребенку будет не очень комфортно. То есть для взрослого, так получается, перешагивать прилично, было бы чуть ниже, или лучше было бы это, скажем, в уровень с полом, было бы, конечно, круче. Здесь на ХВС и ГВС квартира холодное водоснабжение. Запорные моторы, счетчики, обратные клапана, фильтр на вводе, да, грубо говоря, очистки, редуктор. Ну, да. Все на месте. Ну, прям здесь, да, какие-то кратички, ничего такого нет. Все затянуто. Да. Соответственно, приборы, показания, скорее всего, будут списываться автоматически, зависит от управляющей компании. А вот сюда вниз посветите, пожалуйста. Что тут за дырение? Дырка к соседям, ну, да, возможно. Значит, друзья, смотрите, какой здесь есть плюс. Обычно мы видим современные счетчики, которые просто болтаются провода. А здесь, обратите внимание, что уже все подключено. И я понимаю для себя, что будет все передаваться автоматически. Они так приходите, вам говорят, что все передается автоматически, а висят только гирлянды и провода. Ну, порядок, естественно, здесь бы не мешало навести и убрать немножечко лишнее. Артем, как впечатления о вашей новой квартире в жилом комплексе «Фрэнс»? Впечатления, в целом, все неплохо. Я, если честно, ожидал даже худшего. Вот, потому что уже начали принимать соседи в квартире, показывают, как у них, какие у них проблемы, какие замечания. В целом, здесь по замечаниям все, в общем-то, как у всех. Косметика обычно. Косметика, да. В общем, серьезных замечаний тут пока нет, мне ничего не показали. Вот, поэтому я, в общем, пока доволен. Застройщику по пятибалльной шкале какую поставите оценку? Застройщику я бы поставил 4, причем такую, ну, хорошую, уверенную. Твердую. Да, твердую 4. Все-таки по многим они мелким таким доработали еще работам, да, там, ну, если, может, вы видели участок дороги, они еще не сделали, будут достраивать. Плюс у них там еще по благоустройству есть вопросы. Вот, а так по качеству. По благоустройству вы имеете в виду, вот, соответствуют рендеры застройщика? Рендеры не соответствуют, сэкономили немного на детской площадке, но, в общем-то, это тоже не критично, вот. Будем пользоваться ей, в любом случае. Вот, по качеству дома, по качеству квартиры, отделки, в общем, у меня тоже серьезных замечаний нет. Я посмотрел у себя, посмотрел у соседей, посмотрел мопы, в общем-то, ну, уровни, да, на таком среднем. Ну, мопы симпатичные. Ну, в целом, да, да. Сейчас, если, в принципе, все исправят, то можно и квартиру принимать. Скорее всего, да, потому что мы планировали как раз-таки дома и заехать. Вот, нам это критически необходимо уже съезжать со съемной. Вот, у нас скоро появится ребенок, и хотелось бы уже жить в новой квартире, да, обусловлено с мебелью, со всеми. Поздравляю с покупкой. Спасибо. А, возможно, конечно, мне кажется, но, уважаемые жильцы жилого комплекса «Фрэнс», вот я в пассажирском лифте, и он, вот здесь кабина, достаточно, вот, по ощущениям, больше, чем это обычно. То есть здесь комфортно даже будет четырем человекам подниматься и спускаться из этой прекрасной новостройки. А мы с вами поднялись на самый верх. Двадцать пятый этаж. Что-то стекло тут треснуло. Друзья, здесь все аналогично. Есть только здесь уши, в отличие от того дома. Отделка аналогичная. Смотрится все достойно, все приятно. Очень аккуратно сделано по сравнению с другими застройщиками. Нет пока ржавчины на дверях. Есть вот такие нюансы, но я надеюсь, они это быстро исправят. Ну-ка, у нас ездит. О, грузопассажирский работает. Прикольно, кстати, что на грузопассажирский есть отдельная кнопка. Сейчас пройдем, посмотрим, и постараюсь на нем спуститься. Выходим с вами здесь на переходной балкон. Ну, здесь надо клиник сделать, немножко подмывать. О, тут, конечно, ржавчины больше, чем то, что мы видели. Но, блин, о, господи, аж страшно. Видно, как окулу строят. Вот она, родная, да. Здорово, что она малоэтажная. Вид, конечно, сверху вообще шикарный на лес. Здесь, ну, с плиткой, расстояние какое-то между плиткой, видо, не разносили, чтобы это посимпатичнее было. Здесь замка почему-то нет. Выходим с вами на переходной балкон. Поднимемся здесь тоже наверх. Посмотрим, что у нас здесь. Темнота. О, свет включился автоматически. Здесь и видна улица. О, даже на камеру видно. Это нехорошо. Дверь закрыта. Давайте посмотрим территорию, потому что дома, в принципе, все друзья одинаковые. А, если у кого-то, кто принимал квартиру, есть какие-то недостатки, обязательно напишите в комментарии. Видите, это же 4К, 25 этаж, 4-й корпус. Надо было демонтировать. Тут, конечно, ну, так. Мусор, неаккуратно. Желтая жидкость в контейнере. ПСК больше контроля, и все будет у вас хорошо. Потому что, в принципе, все достаточно неплохо. Так, грузопассажирский. Широкие двери. Лифт расположен вот так. Антивандальное покрытие, обшивка, вернее, от Енева. Енева, красавцы. Большой просторный лифт, на полу плитка. Это приятно. Все, спускаемся на первый этаж и пойдем смотреть буровую красоту. Мусоросборочная камера. Здесь мы с вами видим уже бак стоит, куда выбрасывать мусор. Ну, вот так будет всегда. Я считаю, что это не очень хорошее и правильное, соответственно, решение. Здесь дверцу можно закрывать на замок. Интересно очень сделано. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Блин, скользко, как трындец. Не хочется навернуться. Ну, вот здесь, например, спускаешься. Вот так провода. Почему, так непонятно. Плохо видно, что там находится. Электросчетовая. Дверки здесь закрыты. Ну, подвал мы, в принципе, с вами видели. Вот здесь видно, видите, плиточку позаменяли. Какие-то плюшки болтаются. Здесь какой-то кабель торчит. Ну, вот с подвалом что-то так себе, если честно. Вот сами видим вент-фасад. Вот он, воздушный зазор. Видим планку, по которой влага должна стекаться. Пыльчика тут немножечко так у них ушла. Ну, а так, в принципе, неплохо. Здесь мы видим обычный прозрачный строительный забор. Стройматериалы, снег. Ага, сюда нам не пройти. Надо вот здесь обойти. Есть еще один приямок. Так, возможно, нам удастся сюда спуститься и посмотреть. Здесь подвал, в котором расположена инженерная коммуникация. Так. На дороге нет. Блин, ну тут вообще какой-то трындец. Как вы так сдали, а здесь не доделали. Вернее, даже вообще ничего не сделали. Аккуратно спускаемся вниз. Вон, уже ржавчина видна. Ну, это аналогично, смотрите. Вот она слаботочка. Почему это все закрыто? Почему это все вот в таком виде? То есть здесь система допуска должна быть. Вот тут кладовочки. Кладовые. Такое ощущение, что файлик приклеили. Ну, в принципе, нормально смотрится. Эх, жалко, что закрыто. Вот здесь мусор. Стяжка какая-то. Знаете, такое ощущение, что живет своей жизнью. Вот она, нижняя точка. Непонятно, как должна уходить влага сюда, потому что она вот здесь идет. Ну, вот какой-то, знаете, здесь разгром. Но зато здесь есть гидроизоляция. Плитка кривенько приклеена. Ну, ладно, это подвал. Так, пройдем тут, попробуем пройти. Так, что у нас здесь нас ждет? Тут коммерция. Дорогу не сделали. Из минусов для меня это отмазка из-за асфальта. Считаю это неудачным решением. Вот почему неудачное решение. Отмазка из-за асфальта. Уже все вот здесь провалилось. А дом только ввели в эксплуатацию 27 марта этого года. Зато можно поднять вот здесь. Здесь тоже немножко мусора. Не хочется пальцы прищемить. Выводы есть под воду. Вентиляция подвала. Не хватило, брусчаточки не доделали. Не смогли. Еще один приемок. Ну, тут все то же самое. Попробуем зайти. Слышно, как воздух затягивает. Кладовы. Тут вообще непонятно, куда влага должна уходить. Блин, закрыто. Жалко. Мусора большое количество. Что тоже неприятно видеть в новом доме. Только сдали, выдают ключи. А уже требуется такой хороший клиник. Ну, детская площадка такая. На рендерах все по-другому. Более веселее это смотрелось. Но в целом, друзья, по сравнению с тем, что сдают остальные, здесь все достаточно неплохо. Ну, а зеленение, возможно, около, даже чуть больше мне понравилось, чем здесь. Но воколе дворы такие полузамкнутые. Здесь, конечно, у Фрэнс больше расстояния. Видите, земли насыпали. Надеюсь, там семена из травы подрастет, позеленеет. Все, конечно, будет выглядеть чуть интереснее и лучше. Вот он паркинг, который сдали. Со вторым мы уже с вами все поняли. Уборка идет от управляющей компании. Мне понравилось. А вам? Я бы застройщику поставил три с плюсом. За счет того, что подвалы не в правильном виде, как это должно быть. И за большое количество различных недоделок. При выдаче ключей, я считаю, все должно быть красиво, аккуратно и красиво. Нужна помощь недвижимостью? Напишите в мои мессенджеры или оставьте заявку на andreyartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok